Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, я сердечно приветствую всех вас, кто находится с нами немного, кто находится дома, кто находится в прямом эфире всех наших друзей. Время, друзья, такое пришло, когда нам приходится проповедовать Евангелие в пустом зале, проповедовать теми возможностями, которые у нас есть. И я еще раз хочу сказать, мы очень благодарны Господу и нашим братьям за то, что у нас есть медиа-служение. Мы можем возвещать Слово Божие, достигая многих людей в это непростое время. Братья и сестры, напомню, две недели тому назад на пасхальном служении мы говорили о очень важных трех библейских истинах. Мы говорили о нашей смерти в Адаме, мы говорили с вами о нашем спасении и жизни в Иисусе Христе. Мы также касались очень важной темы – это тайны воскресения верующих и преображения тех, которые останутся в живых, и славном вознесении встречи с нашим Господом. В центре наших рассуждений, напомню, были два стиха из 1-го послания Коринфянам, 15-я глава, 22-й и 23-й стих этой главы. Я напомню, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. И еще раз хочу напомнить, братья и сестры, что вся 15-я глава 1-го послания Коринфянам, она посвящена одной теме – теме воскресения. Сначала воскресение Иисуса Христа, затем воскресение верующих во Христа, преображению тел и очень кратко, очень кратко буквально апостол Павел касается темы восхищения. Павел подробно, он объясняет принцип вот этого тсения и жатвы. В последующих стихах, когда сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, а восстает в славе, сеется в немощи, а восстает в силе. И при этом Павел говорит, что все эти славные события будут проходить в четко, определенном порядке. Павел использует это слово. Каждый в своем порядке. Все будет подчинено до иоты, до мгновения. За всем этим будет стоять сам Господь Иисус Христос. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы. Когда, братья и сестры? В пришествии Его. Это очень важно. В пришествии Его. Когда Павел пишет в этих стихах о пришествии Господа, он не касается определенных событий или не касается всех событий, связанных с возвращением Господа. Почему? Потому что мы уже обращали внимание, что главной целью написания 15 главы 1 Коринфянам было показать не хронологию событий последнего времени, а важность воскресения Иисуса Христа, доказательства этого воскресения и воскресения верующих во Христа Иисуса. Это было главной целью написания этой главы для читателей. Еще раз напомню, как мы отмечали на пасхальных служениях, начиная с 22 стиха и по 28 стихи включительно, апостол Павел очень сжато представляет всю историю искупления человечества. Очень сжато, буквально в нескольких стихах, начиная от падения в Адаме до абсолютного завершения всех событий, которые произойдут на этой земле. Для меня лично, когда я читал эти тексты, они представляют очень большой интерес. Почему? Потому что он единственный в своем роде, который так представляет завершение всех событий на этой земле, и особенно в ней апостол Павел подчеркивает роль Иисуса Христа в этих событиях. Я бы хотел вместе с вами продолжить рассмотрение этих событий, но только мы возьмем постепенно, шаг за шагом. Вы знаете, этот текст представляет очень интересный. Я бы хотел его сначала прочитать, этот текст, а затем сегодня мы возьмем только из этого текста два слова. И если Господь позволит, в протяжении какого-то времени, в последующих собраниях, мы рассмотрим эти события, связанные с возвращением нашего Господа. Давайте прочитаем несколько стихов, хотя, может быть, прочитаем 24 стиха. «А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему, то есть Христу, надлежит царство, доколе не заложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится, покорившему Ему все. Да будет Бог все во всем». Вы знаете, братья и сестры, когда мы читаем вот эти тексты, действительно, они необычны. Особенно в нем просматривается роль Иисуса Христа. И очень интересно, как апостол Павел представляет последовательность и особенно завершенность всей истории мира. И мы об этом тоже будем смотреть. Мы понимаем, что мы не являемся оригинальными посланниками, которым обращался апостол Павел в плане языка. То есть текст был написан на другом языке, на рамейском, на греческом языке. И когда мы читаем, немножко есть изменения. Вот когда мы смотрим с 24 стиха, где апостол Павел говорит, а затем конец, когда он предаст. Правильно читать, когда он передаст. То есть Христос будет передавать Царство Богу и Отцу. Когда? В какой момент? Когда упразднит всякое начальство и всякую власть. Упразднит в другом месте, написано, уничтожит абсолютно всякое господство, всякую власть. И тогда он, Христос, будет передавать Царство Богу и Отцу. Я обратил внимание, братья и сестры, слово «затем конец». Затем конец. Очень важно, когда мы проповедуем или проводим вот изучение Писания, не упустить ни одно слово. Потому что каждое слово в Священном Писании имеет свой смысл, свое значение. Потому что это поставлено в Пис, над Духом Святым. Это очень важно. Для того, чтобы мы не заблудились, для того, чтобы не растерялись, для того, чтобы нас не обманули, нам не потеряться в каких-то догадках или собственных предположениях. Даже одно слово иногда способно повести нас как бы в правильном таком направлении. Таким словом, таким важным словом, я нахожу вот эти два слова. Затем конец. В начале 24 стиха возникает вопрос, о каком конце, говорит апостол Павел. «Имел ли в виду, что конец наступит сразу после воскресения мертвых и восхищения церкви, и сразу Христос предаст царство Богу Отцу?» Потому что, если мы читаем, где апостол Павел говорит о порядке, сначала первенец Христос, затем Христовый в пришествии Его. И сразу же 24 стих начинается этими словами. «А затем конец, когда Он, Христос, передаст царство Своему Отцу». Друзья мои, вот это слово «затем», оно еще, можно его читать после того, после вот этих событий, воскресения мертвых и вознесения, после этого подразумевает промежуток времени между воскресением Христа, воскресением Христа, воскресением мертвых, восхищением церкви и перед Его пришествием, вторым пришествием. Вот этот промежуток после этого подразумевает, еще говорю, промежуток времени они между двумя вот этими событиями очень важными. Что-то будет происходить после того, когда Христос окончательно передаст. Мы будем смотреть, как это будет происходить, эта передача, что это за событие. Я думаю, что вот это объяснение после этого, вот этот промежуток очень важен. Таким образом, он соответствует общему учению о последних событиях, связанных с возвращением нашего Господа. И возникает вопрос, какие же события будут происходить в этот период? Их несколько, и мы будем их рассматривать в последующих наших собраниях. Сегодня наше рассуждение о последнем времени, я хотел бы начать этим коротким словом, а затем конец. Что это значит, конец? В нашей повседневной жизни, братья и сестры, согласитесь, мы тоже используем вот это слово, когда говорим о определенном, используем это слово, конец. Например, мы говорим о конце, как о каком-то определенном отрезке времени. Конец года, мы говорим. Конец года, заканчивается декабрь месяц, 31 числа, и мы говорим, конец года. Хотя мы подразумеваем, понимаем, что жизнь не закончилась, а жизнь продолжается. Или мы говорим конец учебы, подразумевая, что какой-то период времени закончился, человек закончил свое образование, конец учебы. Или я думаю, что все люди с нетерпением ожидают вот этого периода, конца этого карантина, понимая, хотя, что жизнь тоже будет, по милости Божией, продолжаться. И очень много мы говорим о конце в нашей повседневной жизни. Библия тоже говорит, используя это слово «конец», об окончании каких-то событий. Впрочем, близок всему конец, говорит апостол Петр, связывая это с последним временем. Пророк Даниил тоже говорил о последнем временем, и в одном из его глав книга пророка Даниила, он пишет так, «это относится к концу определенного времени». Это относится, те события, которые он писал, относятся к концу определенного времени, хотя понимать, что это еще не полное завершение всей истории человечества. Помните, Иисус Христос говорил о себе тоже, «Я есть альфа и омега, начало и кто, и конец». Братья и сестры, о конце сегодня, как никогда, говорят многие-многие люди, согласитесь, вкладывая при этом свой собственный смысл и значение этого конца. Потому что мы понимаем, что вот эта неожиданная пандемия нового коронавируса, она принесла огромное количество вопросов для всех людей, и для верующих, и для неверующих. Люди задают вопрос, что нас ожидает в будущем? Чем завершатся все эти события? Как расценивать их во свете Священного Писания? Вот эти незапланированные изменения, они предсказуемо порождают страхи. А страхи, как известно, питают множество слухов. Сегодня интернет, пространство буквально наполнено всевозможными идеями о заговоре по чипированию всего населения с помощью новой вакцины против коронавируса. И достаточно кто-то открыть какой-то один момент, и вам предложат целый-целый ряд всевозможных идей по этому поводу. Многие люди связывают вот эти события с концом этого мира. Или можем сегодня много слышать или читать о грядущем мировом порядке и правительстве, которое искусственно создал этот вирус, чтобы контролировать миллионы людей во всем мире. Эти события тоже люди связывают с концом, говорят, все, это конец. Вот этим завершаться история мира. Но я думаю, что самым опасным явлением нашего времени, на мой взгляд, это всевозможные слухи, связанные с пришествием Иисуса Христа на эту землю. Появилось очень много людей, которые претендуют на особое откровение от самого Бога, которые заявляют, что им известно время этого конца, называют даже время прихода Антихриста, когда начнется строительство храма, мы тоже все это были свидетелем, не так давно об этом говорили, и даже называется определенный год восхищения церкви. Как все просто, правда? Все кто-то уже посчитал. живи себе, занимайся своей обыденной жизнью, тебе уже все сказали, называют даже, я не буду сегодня озвучивать, называют даже восхищение, время, год восхищения церкви, и все уже расписано. Какая опасность этого обольщения? Как легко поддаться эмоционально на вот эти слухи, на вот эти провокации, на вот эти разговоры? К сожалению, вот у верующих многих людей есть такая тенденция или определенная даже как бы влечение, тяга вот к определенным этим темам информации. Друзья, что мы должны делать, как верующие люди? Братья, сестры, у нас есть книга, у нас есть вернейшее пророческое слово, и апостол говорит, вы хорошо делайте, когда вы обращаетесь к нему как светильнику, сияющему в темном месте. Это очень важно. Сегодня знать, читать, писать, изучать Писание. Писание, которое способно дать нам ясность в этих вопросах. Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, дорогие наши слушатели, нужно ли сегодня проповедовать о пришествии Иисуса Христа и о других событиях, которые будут происходить в это время? Да, несомненно. И несмотря на изобилие информации в этом вопросе, на различных доступных ресурсах, сегодня очень много, к сожалению, как я уже сказал, много искаженной информации, неправильной, чтобы вызвать людей какое-то любопытство, а еще больше, я вижу, вести людей в заблуждение. Самое опасное сегодня подпасть под обольщение. Помните, Иисус Христос об этом предупреждал, когда ученики, собравшись на горе Елеонской, задали Иисусу вопрос, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века, другими словами, ученики тоже спрашивали, когда произойдет, придет конец, то помните, что первое, что ответил Христос, серьезное предупреждение, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Берегитесь, первое, чтобы кто не прельстил вас. Братья и сестры, если есть, я думаю, начало, значит, будет и конец. Почему я так говорю? Потому что Иисус Христос, когда мы обращаемся к Евангелии от Матфея 24 главе, он интересно говорит, что 4 стиха отвечает им, берегите, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить Я, Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Христос говорит, но это еще не конец. Значит, есть начало, дальше он говорит, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство и будут глады моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Обратите внимание на слова Иисуса Христа. Это еще не конец, и буквально в следующем восьмом стихе он подчеркивает, все же это начало болезней. Если есть начало, значит, будет и конец. Как это будет выглядеть? Какие события произойдут в этот период? Мы уже сегодня отмечали и читали апостола Павла о конце. И вот я хотел бы попытаться на основании Писания посмотреть на эти события, о которых говорит Библия, события, связанные с возвращением нашего Господа. Как я уже сказал, для этого необходимо будет посвятить какое-то время, чтобы нам посмотреть вот эту всю картину, всю эту цепочку последовательности событий за событиями. На этой неделе, когда я готовился к этой проповеди, просматривая тексты Писания, я обратил внимание на глубокую связь между книгами Священного Писания, Ветхого Завета, Нового Завета, включая, конечно же, книгу Откровения. Я убежден, что Бог совершенно не желает, чтобы Церковь Иисуса Христа облуждала в каких-то лабиринтах неизвестности или обращалась к водоемам, разбитым водоемам, которые не могут держать воды. Христос, живя на этой земле, не просто упоминал о событиях последнего времени, Он подробно говорил об этом. Мы имеем очень важные, подробные, последовательные описания событий, сказанные самим Иисусом Христом. Дорогие друзья, дорогая Церковь, дорогие верующие христиане, те, кто сегодня сидят, простите, в Ютубе и ролик за роликом смотрят и питаются этой информацией, друзья мои, она проверенная, она действительно имеет библейское основание, проверенное, где стоит печать Божья, друзья, это очень важно. Для меня лично особую ценность вот в этих вопросах представляет 24-25 глава, главы Евангелия Матфея. Это речь нашего Господа, сам Христос говорит о последних событиях, также книги Ветхого Завета, как книга Даниила и, конечно же, книга Откровения Иоанна Богослова. Хочу заметить, что 24-25 главы Евангелия Матфея это пророческая проповедь Иисуса Христа, которая рассказывает 12 ученикам о времени, которое еще не наступило, и о времени, где их апостолов уже не будет. Христос говорит о будущем. Начинается эта проповедь о последнем временем, как мы уже сегодня отвечали с вопроса учеников. Скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончина века. Другими словами, какой будет первый знак? Вот сегодня задают многие вопросы. Какие-то произошло события, люди пытаются привязывать. Так, в Иерусалиме, в Израиле уже собирается строить третий храм. Вот арабы освободили территорию, евреи зашли, уже начинается строительство. Еще какой-то момент, еще с чем-то связывают, друзья. Я думаю, ничем не отличались и ученики. Они тоже задают вопрос, говорят, скажи нам, какой признак, какой будет первый знак? Как мы узнаем, когда произойдут эти последние события? Нужно обратить внимание немножко на учеников, на учеников Господа Иисуса Христа. Они все еще понимали пришествие Христа как единую цепь событий, при этом не беря во внимание период церкви, который будет существовать между его двумя пришествиями. В сознании учеников очень прочно господствовала идея о грядущем царстве, о восстановлении Израиля. Помните, они спрашивали до последнего, даже тогда, после воскресения Иисуса Христа. Господи, может быть, в это время ты восстанавливаешь царство Израилю, перед уже восхищением Господа с этой земли. Они понимали, что пришествие его, как понимали, предсказывали его ветхозаветные пророки, а именно, как сжатую во времени цепь событий, которые пройдут в относительно короткий промежуток времени, когда Христос заявит о своем царстве, завершит эпоху человеческого правления и установит свое царство праведности и справедливости. Вот это имели в виду ученики. Вот так они понимали возвращение нашего Господа и его царства. на вопрос учеников «Когда это будет?» Обратите внимание, первый, как они ставят вопрос «Господи, когда это будет?» Нам хочется знать время. Люди спрашивают, когда будет пришествие Христа, когда будет вознесение Церкви, в какой период, что с этим связано, какие события? Интересно дает Христос ответ. Он не отвечает на этот вопрос. Он не касается вопроса «Когда?» Он отвечает его только в 36 стихе 24 главы. После этого он говорит «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один». Но это он скажет им позже, а он дает ответ им о признаках, отвечает на вопросы, начиная со второго вопроса о признаках. Говоря о признаках пришествия Христа, я думаю, важно определиться еще раз с очень важным вопросом, какое мы имеем в виду пришествия Иисуса Христа. Помните, на пасхальное воскресенье я упоминал, я верю так в Писание, нахожу подтверждение многие тексты Писания, что Библия говорит о двух пришествиях Христа, которые надо четко разграничить. также также в Библии мы встречаем и два выражения связанные с пришествием Христа. Буквально они не пишутся, называют, скажем, первое или второе в данном случае, просто мы видим по текстам Священного Писания, и когда берем эти тексты, начинаем углубляться, смотреть на картину, мы понимаем, что между этими есть определенная очень кардинальная разница, они отличаются по содержанию своему, по тем событиям. Мы находим Священное Писание, когда Христос говорит о возвращении Христа, есть такое слово день Христов, день Христов. Исследуя эти тексты, мы приходим к выводу, что это день восхищения Церкви, день Христов, потому что эти события, вот день Христов, являются большим утешением и благословением. Давайте кратенько посмотрим, помните, мы уже говорили, что Христос приходит за Своей Церковью. Происходит воскресение мертвых, где апостол Павел говорит, что говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг во мгновение ока. И он дает вот эту чудесную картину, что мертвые во Христе Иисусе, услышав этот глаз, они оживут, они воскреснут, затем мы, оставшиеся в живых, восхищены будем на облаке, то есть он, обратите внимание, это одно событие, одно целое, его нельзя разрывать, его нельзя разделять. Это прекрасное событие, это день прихода Иисуса Христа, когда он забирает церковь свою. Христос приходит, прежде всего, за своими, это очень важно. Это событие будет внезапным и, подчеркиваю, без каких-либо знамений. Послание Фессалоникийцам, первое послание Коринфянам, то, о чем мы обращали внимание уже в послании Коринфянам, помните, где Павел тоже говорит о восхищении церкви, говорю вам тайну, не все мы умрем, там не предшествует ничему, как будто, знаете, вот происходит, идет жизнь своим чередом, потом раз, во мгновение ока произошло это событие, никакого предупреждения, никакого намека, и вдруг происходит это внезапное событие. Этот день будет для избранных. Христос приходит в воздухе, встречается, забирает своих, Он приходит за своими. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 51 стих, еще раз давайте посмотрим. Говорю вам, обратите внимание, тайну, открыта тайна, но это действительно тайна, почему? Потому что не знают, неизвестно, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвый воскрес нудетленными, а мы изменимся. Братья и сестры, еще раз обращаю внимание, это первое пришествие Господа Иисуса Христа за своей церковью. Второе пришествие, второе событие, которое произойдет на этой земле, Писание его немножко по-другому называет. Писание называет его «День Господень». Я не знаю, почему так именно вложено это слово, почему названо это, но тем не менее, когда мы касаемся, берем вот этого сочетания «День Господень», мы видим там потрясающее событие, чрезмерно связанное с скорбью, переживаниями, болью. Пророки Ветхого Завета об этом говорили очень много. Давайте возьмем даже несколько. Книга пророка Иоиля, вторая глава, первый и второй стих пишет так, пророк, «Наступает день Господень, ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов». Книга пророка Иоиля, третья глава, четырнадцатый стих, «Близа день Господень, к долине суда». Обратите внимание, день Господень связан с судом. В долине суда солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. Это событие – время ужаса и проклятия. Мы видим, что в мире происходят катаклизмы потрясающие, не какие-то локальные где-то в одном. Это коснется абсолютно всей земли, всей вселенной. Пророк Амос в пятой главе восемнадцатый стих об этом говорит. Он говорит так, «Горе желающим дня Господня». Братья и сестры, если это возвращение нашего Господа, да какая же нам радость? Он говорит, «Горе желающим дня Господня». Для чего вам этот день задает пророк? Он тьма, а не свет. Это очень важно. И перед наступлением этого дня будут большие знамения происходить. Как мы уже отметили, в момент восхищения, в момент воскресения мертвых, мы не видим никаких указаний на какие-то знамения событий. А здесь мы встречаем, вот обратим внимание на Евангелие Матфея, 24 глава, 27, 29 и 30 стих прочитаем. «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Можем себе представить, если мы видим где-то молнию в какой-то предгрозовой день или вечер, где-то касается, но здесь будет молния исход от востока и видна бывает даже до запада от огромнейших масштабов. Так будет пришествие Сына Человеческого. Вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Страшные катаклизмы потрясают всю Землю, всю Вселенную. Тогда Христос говорит, это Его слова, явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого грядущего на облаках небесных силою и славою великою. Когда мы рассуждали и на Пасху, и сегодня касались немножко воскресения мертвых, восхищения Церкви, там нету, не сопровождает вот этих событий и знамений. Это во мгновение ока Христос приходит, забирает Своих. Здесь же мы видим о том, что увидят Сына Человеческого, восплачут все племена. Христос возвращается обратить внимание на землю не один, а со святыми Его славной Церковью. Первое послание Фессалоникийцам, 3 глава, 13 стих, апостол Павел напоминает нам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Господь возвращается со святыми, с Церковью. Братья и сестры, почему так важно понять эти различия между Днем Христовым и Днем Господним? Потому что необходимо провести четкое различие Церкви и Израильского народа. Это очень важно. Мы сейчас будем касаться Евангелия от Матфея 24 главы признаков. Когда мы начали изучать на наших разборах во вторник параллельно историю Ветхого Завета, историю Патриархов и Евангелия от Матфея, я изучая эту Евангелие, и вы тоже, думаю, когда читали неоднократно, мы обращали внимание, что это Евангелие написано прежде всего для народа израильского, для евреев, для того, чтобы они увидели, мы начинали с родословия Иисуса Христа, и настолько последовательно было представлено это родословие для того, чтобы евреи признали, что Он пришел, Он царь, Он ожидаемый Мессия, который пророки говорили. Это очень важно. Необходимо провести вот это четкое различие церкви израильского народа. Программу Израиля нельзя смешивать с программой церкви. Это очень важно. Нам необходимо поставить церковь в наших объяснениях, в нашей проповеди, в наших рассуждениях, там, где ее поставил Христос, и не смешивать ее с Израилем или еще с какой-то другой группой людей, которые тоже будут участвовать в событиях последнего времени. Обращаю внимание, там участвуют и другие народы, другие группы людей. При внимательном прочтении в 24-25 главах Евангелия от Матфея я обратил внимание на некоторые стихи, которые мы используем не всегда по назначению. Я включаю это из себя. Просто анализирую внимательно стих за стихом, обратил внимание, когда говорится, скажем, о 40-й стих 24-й главы, тогда будут двое на поле. Один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется. Думаю, что все мы слышим это и говорим о восхищении. Братья и сестры, это не имеет отношения к восхищению, это событие. Когда мы последовательны в библейском порядке событий последнего времени, тогда у нас вот складывается эта правильная, последовательная и величественная картина событий последнего времени, где мы видим Бога, любящего, святого и праведного, у Которого нет ошибок. один из самых дискуссионных вот и часто задаваемых вопросов, это вопрос восхищения церкви. Мы все понимаем, что среди всех этих событий где-то должно быть восхищение церкви. Где, в какой момент? Говорит ли Христос об этом своим ученикам на горе Елеонской, когда они задают ему вопрос, Господи, когда и какой признак Твоего пришествия? Ну, нужно сказать, что современные слушатели достаточно искушены в этих вопросах, потому что мы живем во время, когда существует множество толкований хороших написанных книг, хороших прекрасных проповедей на эти темы, и мы верующие знаем, что существует, скажем так, три такой, как бы, гипотезы или три версии о восхищении церкви, когда церковь будет восхищена в начале, перед тем, когда начнутся события великой скорби, все эти события, которых мы будем сейчас касаться. Кто-то утверждает, что церковь будет восхищена где-то в средине великой скорби, ну, и есть мнение о том, что церковь пройдет эти события великой скорби, Господь сохранит ее, тут церковь в этих испытаниях, в этих гонениях, скорбях, и Господь восхитит ее в самом конце. Братья и сестры, я не хотел бы претендовать на какую-то исключительность или предлагать еще какую-то четвертую идею или четвертый вариант. Я бы хотел вот этот вопрос оставить на сегодня как бы открытым и вместе с вами немножко посмотреть на тексты Писания, которые говорят. Очень важно, друзья мои, когда не просто нам кто-то сказал, где-то мы прослушали, а мы видим это в Священном Писании. Слово Божие. Проповедь Христа, произнесенной на горе Елеонской, одна из самых важных в связи с событием последнего времени, потому что, по сути, это краткий обзор событий последнего времени. Я вижу в ней четко изложено в последовательности, как будут происходить эти все события, связанные с возвращением Господа. И как наступит конец, о котором говорит апостол Павел, и что подразумевать под этим словом «конец». Давайте очень кратко посмотрим на вот этих признаках последнего времени. Четвертые, пятые стихи. Вот обратите внимание, четвертые, пятые стихи. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Мы уже читали, я уже упоминал, это еще раз для напоминания нашего. Это предупреждение о Христа. Во все времена, братья сестры, на протяжении истории всей церкви, на протяжении все время находились люди, которые претендовали на роль Христа. Они заявляли о том, что они Христос, они Мессия. Но в данном случае, хочу сказать, этот стихи, последующий, Христос говорит о том, что вот произойдет время, когда будет настолько много, настолько это часто, настолько это станет как бы нормой. Он говорит, что многие придут под именем Моим, заявят «Я Христос», и при этом Христос подчеркивает, что многих прельстят, то есть будет много людей, которые откликнутся, последуют за этими людьми. То есть в последние дни количество этих людей и влияние их значительно возрастет. Второй признак Христос говорит в шестом стихе будет заключаться в усилении разногласий между народами. Христос говорит в шестом стихе следующие слова. «Также, обратите внимание, услышите о войнах и военных слухах». «Услышите о войнах и военные слухи». Это еще как бы не война. Слухи идут, где-то конфликты, усилились вот это разногласия, конфликты. Люди будут слышать. По мере приближения под пришествие Христа конфликты будут возрастать. И обратите внимание, дальше Христос говорит так. Еще один очень важный признак. В седьмом стихе мы читаем. Шестой стих. «Услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Но очень важно, в конце Христос говорит, «но это еще не конец». Это еще не конец. А что же это? В седьмом стихе, смотрите, Христос продолжает и говорит, «Восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады и моры и землетрясения по местам». Не только вы услышите о слухах военных, но начнутся военные действия. Восстанет не просто где-то локальные войны, народ на народ. Усиливается это влияние, эти военные конфликты. Царство на царство. Христос говорит о том, что будут к обману лжи Христов. Слухом о войнах, сами войны, добавятся голод, болезни и землетрясения, глады, моры и землетрясения по местам. Эти будут катаклизмы проходить в таких огромных масштабах, которые коснутся всю землю. Интересно, что Христос подводит вот этим признаком одно важное выражение. Восьмой стих. «Все же это начало болезней». Чуть выше мы прочитали, Христос говорит, это еще не конец, а восьмой стих он подводит, «Все же это начало болезней». Это очень интересное выражение Христа, на котором бы я хотел тоже кратенько остановиться. Вот просматривая другие переводы, я обратил внимание, что в большинстве переводов и на языке оригинала это слова Христа звучат так. «Все же это только начало родовых мук». «Все же это только начало родовых мук». О каких родовых муках говорит Христос? Образное выражение муки рождения часто использовались и древними пророками Ветхого Завета, которые касались событий последнее время. То есть Христос использует аналогию, взятую естественной жизни, которую знают все взрослые люди, как приходит человек на эту землю посредством мук. Обратите внимание, как пророки Еремия, в 30 главе, 5, 6 и 7 стихи об этих событиях говорит. «Так сказал Господь, голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Вопрос. Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица всех бледные? О горе! Велик тот день! Не было подобного ему! Это бедственное время для Якова, но он будет спасен от него!» То есть, смотрите, то же самое пророк Еремия использует вот эту аналогию и говорит. «Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах, как у женщины в родах, и лица всех бледные?» Он говорит о дне, которое не было подобного ему. Это бедственное время для Якова, но затем идет утешение, он будет спасен от него. Это же выражение, муки рождения, использует и апостол Павел, когда говорит о пришествии Иисуса Христа. Помните, в послании к фессалоникийцам, в первом послании к фессалоникийцам, он говорит, что пришествие Христа будет подобно, как приходит вор ночью, тихо и внезапно. Первый фессалоникийцам, пятая глава, второй и третий стих, давайте посмотрим. Павел говорит, «Ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагубь, подобно, как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут». Обратите внимание, апостол Павел говорит об этих событиях. Хочу сразу сказать, братья и сестры, то, чем мы говорим сейчас о признаках Иисуса Христа, признаках пришествия, когда Христос использует вот во четвертой главе, очень важно смотреть на книгу Откровения, шестая глава. У нас нету времени сейчас подробно, но здесь параллельно, когда мы просматриваем в самом начале, помните, книга Откровения говорит о том, что сам Агнец, сам Христос снимает печати. И каждая печать за одной снятая, они настолько близки, настолько идентичны, настолько не схожи с тем, что Иисус Христос говорит своим ученикам о признаках Его пришествия, что будет происходить. Павел, только что мы прочитали, отмечает на быстроту и внезапность этих событий. И мы также видим, что Христос и Павел используют одинаковый язык образов, который понятен для всякого взрослого человека, который будет жить в любой период жизни на этой земле. Это процесс рождения ребенка. Муки рождения, которые говорит Христос и Павел, начинаются непосредственно перед родами. И важно отметить, что этот процесс, эти муки, они не длятся долго. Братья и сестры, таким образом мы можем делать вывод, что события, связанные с пришествием Христа и приближением конца, о которых говорит Павел, будут нарастать очень быстро и усиливаться, пока не превратятся в серию катастроф. Этот же период, изображенный в книге Откровения, как я уже сказал, особенно шестая глава, где сам Христос, этот Агнец, снимает печати одной за другой. Когда мы смотрим в начале шестой главы, идут события, разворачиваются, затем продолжение идет, глава восьмая, шестого стиха, мы уже читаем о семи ангелах, которые приготовились трубить. И эти уже суды, когда мы смотрим даже по событиям, по времени, они проходят гораздо быстрее, в гораздо сжатые сроки, вероятно, в какие-то даже недели. А в шестнадцатой, шестнадцатой главы книги Откровения мы читаем о семи чашах гнева Божьего, который изливается на землю. И все эти чаши изливаются за короткое время, на протяжении всех, может быть, даже несколько дней. Одна глава этому посвящена, шестнадцатая, с первого, по двадцать первый стих этой главы посвящена этим судам, этим чашам. Я для себя вижу, что то, что Христос называет это начало болезней. Братья и сестры, как вы думаете, вот во весь этот период, в этих событиях, неужели Господь оставит свою церковь? Я даю пищу для размышления, братья и сестры. В следующий раз мы специально посвятим о теме вознесения церкви. Посмотрим на вот эти три разных гипотезы, предположений, порассуждаем. Но я убежден, что Господь не оставит свою церковь в этих событиях. Изучая сейчас, я посвятил специально это время, изучая этому времени, я убеждаюсь, как велик Господь, как Он любит своих детей. Четвертый признак девятого стиха, давайте посмотрим, как будут происходить дальше события. На восьмом мы остановились, все это начало болезней, все это начало этих родовых мук. Мы понимаем, что это короткое какое-то время. Есть уже лжи Христы, есть уже голод, землетрясения, не только слухи о войне, но мы уже читаем, что восстало царство на царство, на народ, на народ, происходят эти войны. Это только начало? Смотрите дальше, девятый стих, тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. «И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». На протяжении мы знаем историю всей истории церкви. Христиане подвергались неоднократно гонениям и преследованиям. Но в данном случае мы видим, что эти гонения будут невиданные по своей жестокости. Обратите внимание на слова Христа. Будут предавать на мучения. не просто штраф какой-то, простите, выписали, не просто отругали, не просто где-то. Мучить будут и убивать будут. Невиданные по своему даже географическому размаху. Будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Вот эти гонения, которые будут направлены на людей. Я не называю это церковью, братья и сестры, я убежден. Это не касается церкви, это касается определенной группы людей, в том числе израильского народа. Мы сегодня отметили, что нужно сделать очень четкое различие между программой или планом Бога для церкви и для израильского народа. Но мы видим, что вот эти гонения, они приведут к определенным результатам внутри этих людей. По мере того, как гонения и последнее время будут усиливаться и верующих станут ненавидеть, заключать тюрьмы и убивать за Христа. Многие христиане или верующие, которые будут тогда там, в это время, они не перенесут испытаний. Написано, они соблазнятся, то есть не выдержат, придут соблазн и будут друг друга предавать и возненавидят друг друга. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, можем себе представить, такую атмосферу, такие отношения между верующими людьми Церкви Господа Иисуса Христа. Предают, мучают, убивают, кто-то не выдерживает, соблазняется, предавать и возненавидят друг друга. Что это за атмосфера, что это за жизнь, как служение, как можно жить, друзья мои. Вот перед, который мы сейчас видим, не видим друг друга, но я так рад, что мы поддерживаем друг друга, пытаемся как-то звонить, писать, интересоваться, молимся. Это жизнь Церкви, соединена с Господом, потому что с нами Господь, потому что Дух Святой Церкви, потому что Он хранит своих. Я так благодарен Господу, дорогая церковь, за то, что в нашей церкви не заболели, нету похорон. Я вчера получил одного брата информацию из-за одного, один служитель, который, когда-то мы жили с ним в одном городе, только в разных церквях, и он описывает, дает как бы свидетельство, это открыто, дает всем опыт, печальный опыт его церкви. 15 числа, 15 марта, когда мы последний раз собрались, проводили служение, они тоже проводили служение в своей церкви, в другом штате, в другом городе, очень большая церковь, я думаю, тысячная церковь. Говорит, мы даже не представляли, что произойдет через две недели. Все закончилось, поприветствовали, все как бы хорошо, но мы не проявили как-то осторожности, мудрости, не проявили, не прислушались к тем советам, которые были. Он говорит, только сегодня, вот похоронили, он называет число какое-то, не помню, большое количество людей, около 150 человек заболело в церкви. Как Господь хранит своих, братья и сестры, как мы должны дорожить друг другом. Как мы уже отметили, в это время будут царить не только войны, болезни, голод, землетрясения, гонения, предательства, но будет распространяться огромное множество ложных религий, какого никогда еще раньше не было. Сатана будет до самого конца действовать под видом ангела света. Обратите внимание, «И многие лжепророки», одиннадцатый стих, восстанут и прельстят многих. Пятый признак, это умножение беззакония, достигнет катастрофических масштабов. Всеобщая жестокость, безнравственность, распутство будут распространяться по мере того, как грех будет становиться необузданных. И обратите внимание, и если у кого-то еще и была любовь в этих обстоятельствах, то она остынет. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Даже трудно представить, что в чем-то сердце в кого-то это будет, но Христос говорит, «во многих охладеет любовь». Хочу обратить внимание, Христос говорит не о каком-то определенном месте. Христос говорит о масштабах всей земли. везде, где будут жить люди. Христос говорит в 13 стихе, «Претерпевший же до конца спасется». Обратите внимание, каким образом спасется. Человек спасается, как сегодня, благодатью по вере в Господа Иисуса Христа. Правда? Человек исключительно спасается по благодати, верою. Здесь же мы не видим этого. терпением. Претерпел человек, прошел через весь этот ад, через это страшное испытание, через гонение, испытание, предательство. кто эти люди, которые претерпели до конца? А давайте мы посмотрим книгу Откровения, 7 главу, если можно, откройте нам, пожалуйста. Книга Откровения, 7 глава, 13-17 стих. И начав речь, один из старцев спросил меня, эти обличенные в белой одежде, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин. И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью ангца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Я убежден, что вот эти люди, братья и сестры, которые придут от великой скорби, тут же возникает сразу вопрос, а будет ли число спасенных, братья и сестры. Я убежден, и Священное Писание говорит нам об этом. Церковь – это отдельно, это невеста, это голубица. Господь знает, она будет забрана. Но будет много людей, номинальных верующих людей, братья и сестры. Сколько сегодня те, которые просто исповедуют, говорят, вышли навстречу жениху, взяли, но не взяли с собой масло. Взяли светильники свои этого внешнего исповедания, поверхностного, без содержания, без духа жизни, без воскресшего Христа в своем сердце. Братья и сестры, сколько таких на земном шаре будет. Ну, и к ним больше любовь, и них Господь хочет. Конечно, они войдут в Церковь Иисуса Христа, мы это понимаем. И еще один признак, шестой признак, очень важный, и мы подойдем сегодня к концу, к завершению. Там есть одно очень важное слово, с которого мы сегодня начали. Помните, где апостол Павел говорит, а затем конец. И мы говорим сегодня, а что это за промежуток, где этот конец, в чем этот выражен? Обратите внимание, шестой признак называется провозглашением Евангелия всему миру. Очень интересный. Слава Господа Иисуса Христа. Смотрите, несмотря на войны, землетрясения, голод, эпидемии, жестокие гонения, отступничество, духовное обольщение лжепророков, которых будет очень много, и посреди этого мрака и хаоса, произойдет одно потрясающее событие провозглашение Евангелия во всей вселенной, во свидетельство всем народам. Так Христос говорит, смотрите, 14 стих, и проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной, обратите внимание, границы и география его, во свидетельство всем народам. И что? И тогда придет конец. Интересно, возникает вопрос, а кто это будет делать? Кто возьмет на себя роль этого вестника и глашатая проповеди Евангелия? Несмотря, мы их прекрасно понимаем, несмотря на то, что Евангелие проповедуется, вот все это время, почти 2000 лет, еще миллионы людей не слышали о Евангелии, мы задаем вопросы, каким образом они услышат? Бог берет на себя эту ответственность, Бог взял на себя эту миссию, непосредственно перед тем, как будут излиты чаши суда и Божьего гнева совершиться последняя и полная евангелизация для всего мира, которая чудесным образом будет провозглашена, знаете откуда? С небес. Вот после этого возможности для спасения уже не будет, потому что придет конец. Давайте прочитаем этот текст Писания Книга Откровения. Книга Откровения посмотрим. 14 глава. Книга Откровения, 14 глава, 6-7 стиха. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники». Вот. Интересная картина, потрясающая. Когда мы слышим слово «Евангелие», мы понимаем, это благая весть, добрая весть. Христос здесь сказал, да, о том, что проповедано будет все Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Братья и сестры, вот это то событие, которое произойдет в последний раз на этой земле. Но эту роль на себя взял сам Господь, послал своего ангела. Интересно само, он держит Евангелие, имел это вечное Евангелие, чтобы, обратите внимание, благовествовать, благую весть, благовествовать живущим на земле, всякому племени, и колену, и языку, и народу, и говорил громким голосом, убойтесь Бога, покайтесь как бы, сокрушитесь, воздайте Ему славу, потому что наступил час суда Его. Друзья мои, часто мы встречаемся в Священном Писании, когда мы видим вот это, помните, Бог посылает Иону и говорит, пойди в город Неневи, скажи еще сколько-то времени, сколько-то дней, и город будет разрушен. Бог использует многие ситуации, когда предупреждает, что после этого уже ничего не будет. Друзья, точно так же, обратите внимание, когда апостол Павел говорит, а затем конец, он подразумевает вот тоже этот период. И Христос говорит, что после этой проповеди Евангелия, провозглашенной на небесах, придет конец. События, братья и сестры, они не закончатся, но события будут страшные, где будут изливаться чаши гнева, где спасения и обращения не будет, это будет что-то потрясающее, это будет страшная картина. Посмотрите дома книгу Откровения, сравните с этими текстами. Поэтому, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, перед тем, как молиться, я убежден, исследуя тексты Писания, о том, что церковь Господа Иисуса Христа не будет оставлена на этот период. Но это не говорит нам о том, что нам нужно расслабиться и, знаете, жить своей жизнью. Когда Христос говорил, Он всегда подчеркивал очень важность одного слова. Когда задал его вопрос, ученики, когда это будет, Он говорит, что бодруствуйте, бодруствуйте, 42 стих 24 главы, и так бодруствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Пусть наше состояние сегодня, друзья, будет состоянием бодруствующих и ожидающих Господа во спасении. Когда Он придет, сегодня ли, завтра, мы не знаем, но Господь, Он восхитит своих, тех, которые любят и ожидают Его. Да поможем нам в этом, Господь. Аминь.